Сергиево-Посадский водоканал находится в плачевном состоянии. По словам директора муниципального предприятия Александра Норина, тариф на воду в Сергиевом Посаде в числе самых низких в области. Его искусственно сдерживали на протяжении последних лет. Тариф водоканала на сегодня 16 миллионов рублей на весь год на все виды ремонта. Это очень мало. Вот одна задвижка в последней аварии на первый КНС стоит 250 тысяч рублей. Кусок трубы 100 тысяч. У нас большие диаметры. Большие объемы. Поэтому каждая авария там полмиллиона. Сейчас все имеющиеся средства идут на латание дыр. О капитальных вложениях в системы водоснабжения и водоотведения речи не идет. Между тем 400 километров сетей имеют износ более 50%. Модернизации требуют и очистные сооружения. Только на них необходимо 2 миллиарда рублей. Водоканал подал заявки на участие в областных программах по замене сетей и реконструкции очистных. Но это не решит всех проблем. Видим только один выход. Это привлечение инвестиций частных. Под так называемую концессию. Когда имущество передается, ну это опять же, по собственникам, то есть администрации, на определенное количество лет, инвестор, банки там вкладывают определенные деньги. Понятно, что альтруистов у нас нет. Бесплатно никто не работает. То есть это деньги возвратные. Но чтобы их люди вложили, надо сегодня создать определенные условия. Водоканал и городские власти вышли с инициативой к депутатам узаконить тариф больше нормы, рекомендованные Комитетом по тарифам и сборам Московской области. Если депутаты примут такое решение и найдется инвестор, то с декабря сумма в платежке за водоснабжение и водоотведение увеличится в среднем на 40 рублей с человека. Оксана Мирошникова, Антон Каврижных, программа «События».